становятся на мою сторону настоящие ученые а псевдоученые которые только занимать места тогда всегда были понимаете да и будут а в принципе я же делал не то чтобы опять таки чтобы не там избрали вран там награды вешали и так далее я делаю то что мне интересно понять было всегда понять процессы вот у меня всегда было а как это почему это каким образом и так повезло что мне удалось многое найти многое понять и свои книги изложить и ну вроде бы сколько писем получаю мой книг уже хорошо что к своего двух сайтов было скачено за несколько более двух с половиной миллиона книг а сколько потом на других сайтах которые там это не выстрел я даже не знаю потому что вы со десятка сайта моей книги тоже данных у меня нет сколько там скачем сколько люди распространяли и так далее тоже нет но я знаю что многие и распечатать книги раздают и на дисках раздают и разных вариантов почитал сам не только они даже печатать и раздают на дисках тогда то есть это же не контроль но я думаю что гораздо больше чем два с половиной миллиона то есть может быть десяток миллиона может больше то есть я не беру судить что нет точно а вот то что загустает или есть счетчики и которые можно посчитать сколько это счетчики терять это примерно 15 20 процентов от общего числа более двух с половиной миллиона хотя идет саботаж блокируют сайта не имея на только основание как вы знаете одну мою книгу запретили для 2 тома одной и той же книги запретили хотя это полный абсурд сама знаете забавно интересно экспертизы которые проводились были противозаконны в прямом смысле слова самое интересное как эксперты пишут никаких прямых признаков доказательств ничего нет есть косвенный ну во-первых нужно указать и косвенный ничего не указывается во-первых если косвенный есть какие признаки но можно быть чуточку беременной понимаете вот то же самое если есть косвенный должно быть законно что считать косвенным признаками и указывать в тексте какие что здесь есть ничего нет на что в выводах все есть экстремистов далее на самом деле моя книга разоблачает суп экстренизм полностью и не моими словами а я просто реальный текст не скажи ничего просто вот смотрите вот здесь написано так это означает вот это вот это вот это то есть искажение нет никого насколько я помню сделать по православной церкви в том числе нет я не только просто в основном это который тоже тоже это наиболее экстремистка книг который когда я бы читал и ветхий завет то же самое эти книжи моисей да и там извините немного написано поэтому я считаю смотри анти экстремистская потому что я не считаю что кодного род может избранный вообще не что это народ имеет право уничтожать другие потому что ему так хочется а это открыто написано в торе вот это и делать мне опасно потому что я показываю и церковь я христианство я говорил тоже что потому что это уже ложь много там и к тому же ничего общего с тем кого они подняли на кольце своим знамени имеет христианство это же доказательства есть множество и самое смешное что люди большинство которые спины урта доказывает что так сказать все это прекрасно никогда не читали не нового завета не ветхого завета тоже любой человек прочитавший ветхий завет особенно но за этом того противоречий не суразец да но ветхий завет против никто не читал все слушают только проповеди священников а проповеди которые не хотят и такие дают а зачем если есть извините святая книга примеру да которая была передана богом ну скажем так да ее записали зачем же посредник что объяснить чтобы написано она же напечатано читать читать умеет правильно откуда почитаешь слова бога зачем уже кто-то интерпретировал я я вот любым спорщиком со стороны священников сказал хорошо вы считаете что вы вот имеете право интерпретировать я допустим умеющий читать и умеющий мысли ними то что я типа не закончил духовном семинаре а для того что написаны слова нужно духовную семинар и заканчивать ну хорошо вы считаете что вы правильно трактуете значит получается что что такое допустим тоже сам пятикнижье это то что моисея получил на синае отбирающий куста не будем комментировать эту ситуацию и это скрижали это значит слова господа бога так выговорить что это вы ему служить и тут оказывается вы начинаете интерпретировать что господь бог сказал этому на виду это давайте забавно получается что священник считает себя умнее господа бога что господь бог получил такой дурак что сам не может быть ответственно нужно комментировать комментарии со стороны служителя значит получай служит считает что у меня господа бог не так логично они комментируют если на бог сказал на 4 слова начале те это святые вот узнаете там горьется убийственно не что убийца, да, убивается, но понимаете, да, и тому подобное. — Это всё очень интересно, но и имеет право на жизнь, я ни в коем случае не имею никакого права принимать решение так это или не так. — Да это почитайте Ветхий Завет. — Я Ветхий Завет читал, потому что я учился на филологическом факультете и я проходил это в рамках древней литературы. Я к этому отношусь по произведению как к литературному памятнику и как к литературному памятнику он мне понравился, скажем так. — Обсуждать его божественные свойства я не готов, не хочу. — Нет, а вы знаете, когда в России был первый Ветхий Завет, знаете когда? — Нет. — В конце 19 века. — Это когда перевели его? — Когда его перевели и дважды, первый перевод был полностью уничтожен, в царское время, между прочим, когда уже не при Петре первом, которого мы считали безбожником, скажем так, вопрос второй, а именно в конце 19 века. А второй только перевод уже был принят, а почему не переводили? Потому что боялись, что если бы людям раньше содержание стало доступно этого документа, то люди бы возмутились очень сильно. просто к концу 19 века уже люди ничему не возмущались. Но это особо разговор. — Да. — Так вот, я собственно не закончил. Все это имеет право на жизнь. А как с этим коррелируется, вот я когда про вас читал, когда я готовился к нашей беседе, то что вы умеете управлять, допустим силой мысли, останавливать природное явление, ураганы и так далее, вызывать дожди? — А это никак не связано с тем, с тем, о котором говорили. Понимаете, я вам отвечу следующее. Ну, как вы поняли, даже вот сколько материалов появляется, уже все больше и больше, что многие племена и раньше, даже сейчас, принимают за божественное проявление то, что связано с действием цивилизации или цивилизация на более высоком уровне. Правильно? В частности, самолет, который пролетал, поклоняется как Господу Богу. Правильно? Вопрос, является Господь Бог самолетом? Нет. Просто есть возможность, есть понимание, которое существует на определенном уровне развития человека конкретного. И для него другие вещи, которые лежат за пределами этого понимания, являются непонятными, сверхъестественными и так далее. Но если человек развивается, если он двигается вперед, то для него это становится таким же обыденным, как дышать воздухом. Просто любая техника является костылем к тому, что человек придумал что-то. Правильно же? Чтобы поменьше горбца найти, он придумал инструменты, чтобы облегчить работу, плух и так далее. И это продолжение его мысленной деятельности материализовано в таких инструментах. Вопрос, важно ли, что существуют способы, если человек правильно развивается, что не нужны костыли во многих случаях. Так нужно ли упираться, держаться за костыли? Если кость до носа рослась, вы спокойно можете ходить без костылей. Ненужные, правильно? Просто, если человек развивается правильно, если ему удалось найти определенный путь развития, у него есть определенные задатки и так далее, то при развитии многие вещи становятся совершенно нормальными и реальными. это, если вы знаете природу природы, если понимаете механизмы, как она работает, тогда, естественно, вы можете уже взаимодействовать не без вреда для нее, а с пользой. И то вмешиваться нужно не когда вот хочу сейчас, чтобы была такая погода и вмешиваюсь. Нет. С моей точки зрения, если что-то вмешать, тогда это критическая ситуация, когда какое-то природное явление грозит гибелью людей и т.д. и т.п. А до этого, извините, природа нормальная и в природе любая погода хороша. То есть, у вас получается взаимодействовать, воздействовать силой мысли на ту же погоду? Ну, получается. А, извините, какая разница, если взаимодействие с помощью излучения каких-либо, с помощью антенн, это может вмешиваться отрицательно, разница суть не меняется, правильно? Важный результат, только на что направлено действие. Если действие направлено на вред и на принесение проблем кому-либо или чему-либо, то неважно, как это действие было достигнуто, важно, к чему оно привело. И опять-таки, любой прибор – это продолжение мозга. То есть, сейчас я придумал, как добиться чего-либо. Но и все же, сейчас я помню. по теме, в общем, к чему-либо.